В 80-х годах 20 века британская армия заменила устаревший ОБТ Чифтейн на более современный Челленджер. Несмотря на то, что новый танк был создан на базе своего медлительного предшественника, на практике между ними не так много общего. Челленджер гораздо более подвижен за счёт мощного двигателя и улучшенной трансмиссии, да и новая композитная броня лучше соответствовала реалиям своего времени. Он стал основным танком королевских вооружённых сил в конце 20 века. В War Thunder машина представлена на вершине шестого ранга наземной техники. Да, мы уже сказали, что Челленджер не слишком похож на Чифтейн, однако британский танк нового поколения всё же унаследовал некоторые ключевые черты своих предков. Начиная с «Центурионов», танки Великобритании исторически отличаются неплохой бронёй, мощными подкалиберными снарядами и малой подвижностью. Первый Челленджер под индексом Mark II вполне соответствует этой характеристике. Танки «Семейство» также получили крепкую башню, чьи щёки защищены от снарядов типа 125-мм 3БМ-22 «Заколка» или 105-мм ДМ-33. Конструктивные углы наклона бронелистов и склонения пушки до 10 градусов располагают к игре от позиций на склонах холмов, но рекомендуем не сильно полагаться на башню. Снаряды вроде 3БМ-42 «Манго» или М426 способны пробить бронированные щёки, а современные выстрелы, такие как 3БМ-60 «Свинец-2», с башней не считаются вообще. В нижней половине списка на Челленджере стоит действовать осторожно и помнить об уязвимости маски орудия. Ахиллесовой пятой Челленджера можно назвать корпус. Если верхняя лобовая деталь защищена хотя бы от некоторых ОБПС, то нижнюю пробьют даже каморные снаряды периода Второй мировой. И большая часть попаданий, способных уничтожить танк, придётся как раз в нижнюю лобовую деталь, погон башни и борта под любым углом. Челленджер разгоняется гораздо лучше Чифтейна и набирает более высокую скорость, но другие современные ОБТ как ни крути всё равно быстрее. По прямой британский танк отстаёт от советского Т-80 или американского Абрамса, причём на дистанции возникает отрыв из-за меньшей максимальной скорости. А вот задний ход на Челленджере, напротив, весьма неплох. Танк можно даже использовать в роли своеобразного тарана — пригнать на позицию, сделать несколько выстрелов и откатить по прямой, не поворачивая. Пушка Л-11 досталась Челленджеру по наследству от Чифтейна и не потеряла былой эффективности. ОБПС Л-23А1 наносит отличный урон и пробивает старую технику в силуэт. Вести огонь по танкам вроде Т-72Б или М1А1 следует аккуратно — «цельтесь» по уязвимым зонам. Иногда сопернику желательно в первую очередь выбить пушку. Даже если рядом есть ещё один танк противника, Челленджер сохранит инициативу за счёт скорострельности. В пределах боеукладки первой очереди орудие перезаряжается всего пять секунд. Превзойти британца по скорости перезарядки могут только редкие танки, вроде немецкого ПТ-16 Т-14. На войне в Персидском заливе британские войска по большей части применяли модификацию Марк-3. В War Thunder она защищена дополнительной бронёй Ромар-А, эффективной против кумулятивных снарядов и автопушек. Но главное преимущество Марк-3 в игре — это новый снаряд Л-26, эффективный против современных ОБТ. Первые годы эксплуатации вскрыли ряд проблем с надёжностью и потенциалом Челленджера. Хотя в Персидском заливе он проявил себя не худшим образом, Министерство обороны Великобритании и фирма Виккерс Дефенс Системс быстро создали переработанный вариант машины — Челленджер-2. Инженеры полностью заменили внутренности танка, однако его сильные и слабые стороны существенно не поменялись. Среди самых важных новшеств стоит отметить усиленную лобовую броню и нарезную пушку Л-30. Подвижность танка и оптика практически не отличаются от ранних модификаций. Тем не менее, второй Челленджер может показаться более сложным в применении, чем его предтечи. Да, подвижность танка почти не изменилась, однако его противники стали более мобильными. Если Челленджер-1 можно использовать как медленный универсальный танк, то Челленджер-2 скорее напоминает самоходную крепость с пушкой. Правда, без кругового бронирования. Блоки динамической защиты и композитной брони могут защитить от огня автопушек и ракет, но ОБПС всё ещё опасны. Демаскирующий чайный столик на крыше некоторых вариантов танка предназначен для удалённой детонации мин. Вершиной же дополнительного бронирования стал вариант «Theature Entry Standard» массой почти 75 тонн, как у легендарного «Ягдтигра». Исходя из этих нюансов, Челленджер-2 лучше всего подходит на роль тяжёлого снайпера второй линии, который может при необходимости выдержать несколько ударов. Спешить за другими ОБТ бессмысленно. Проще занять самую ближнюю позицию с лучшим прострелом, положившись на скорострельность пушки и мощь снарядов. Есть несколько челленджеров, которые заметно отличаются от прочих. Например, опытный «Блэк Найт» оснащён уникальным комплексом активной защиты, реагирующим на подкалиберные снаряды. КАС можно использовать для активного боя — остановиться на большой дистанции, сделать выстрел и двинуться дальше. Защищённость позиций значения не имеет. Наконец, несостоявшаяся экспортная модель «Челленджер-2Е», помимо ряда общих доработок, получила 1500-сильный двигатель МТЮ и новую трансмиссию. Благодаря этому подвижность машины сравнима с тяжёлыми вариантами «Леопарда-2» и «Абрамса». Посредственная защищённость нижней лобовой детали может создавать неудобства в ближнем бою, но в целом тактика игры на 2Е больше напоминает другие западные ОБТ. «Челленджеры» — по-настоящему уникальные машины. Танки с западной школы, созданные на британский лад. Иногда они уступают «Леопардам» и «Лёклерам», но во многих других случаях им нет равных. А вам нравятся топовые британские ОБТ? Расскажите об этом в комментариях! «Лёклерам» и «Лёкл». ОБТ» पर Christophe ДИНАМИМ «Лёкл». «Лёкл». Продолжение следует...